здравствуйте уважаемые телезрители это вторая часть видео теста canon 7d mark 2 первую часть вы естественно можете посмотреть по вот этой ссылке обратите внимание что и то и это видео это всего лишь дополнение к нашему большому интерактивному тесту который мы проводим вместе с вами поэтому я хочу поблагодарить всех кто задавал концептуальные конструктивные и интересные вопросы по поводу этой камеры на которой я безусловно отвечу это crazy cat hd парге в черчуглян аноним уа 2012 антон ворнов халина буке или галина буке антон чинарёв михаил кузьмин викна он павел хон георгий лагода и федя лебедев даже федя лебедев засветился огромное вам спасибо за то что участвуете в наших таких необычных интересных тестах сегодня эта камера на российском рынке стоит 104 тысячи по данным яндекс маркета если помните то на момент записи первой части видео она стоила всего 90 и все мы считали что это дорого за это время она успела подорожать на 14 тысяч в связи с курсовыми колебаниями рта цифры которую озвучивали мы в прошлый раз 1800 долларов несколько ушла вперед не 1800 а 1800 с чем-то причин этому я вижу несколько прежде всего надпись на нижней части камеры если вы приглядитесь камера сделана в японии это японская сборка то что компания canon сейчас реализует согласно новостям компания планирует перевести все свое производство обратно в японию и начать все камеры делать именно там объяснить это я не могу это конъюнктура рынка это решение маркетингового и производственных отделов ну в общем то компания это как-то для себя оправдывает для потребителя эта камера безусловно дорогая но надо помнить что эта камера не для потребителя эта камера для профессионала первое что лично мне в ней нравится это видоискатель видоискатель у нее во первых он имеет широкий наглазник это не понты видоискатель действительно большой это для того чтобы вы его могли очень плотно прижмать глазу у него хорошее увеличение и обзорность примерно такая же как у полнокадровых видоискателей то есть видоискатель здесь кропнутый не но из-за того что дальше стоит уличительное стекло обзорность увеличивается хорошо это это безусловно хорошо потому что большинство фотографов снимает именно через видоискания и в видоискаций содержится довольно стандартная информация о чувствительности выдержки диафрагме, компенсации экспозиции и так далее. То, что, в общем-то, мы привыкли там видеть. Включая точки фокусировки, которых в этой камере очень много. Корпус камеры имеет очень высокую эргономику. Во-первых, он весь обрезиненный, не говоря уже о том, что он металлический. Да, он будет холодить на морозе, но с другой стороны кого это волнует, когда этот корпус металлический, он просто неубиваемый. Ну и, естественно, облеченный в пластик со всех сторон. Все кнопки здесь обрезинены. То, что говорили наши зрители по поводу того, что в компании Canon делают камеры, в которых кнопки вдавливаются и больше обратно не возвращаются, это неправда. Здесь кнопки можно давить просто с какой-то непонятной силой и, в общем-то, с ними ничего не будет. Они удобные, они мягкие, они очень такие шершавые на ощупь. Переключатель режимов здесь основной залочен. Об этом я говорил еще в прошлый раз. Это действительно помогает при съемке. И, естественно, в плане управления нельзя не упомянуть основные крутилки Canon. Это джойстик и диск управления, которые вам очень-очень сильно помогают. К примеру, с настройками в пункте меню, когда вы листаете одной, перечисляете другой, вносите изменения третьей. Клавиша SET вам позволяет это все быстро установить. То есть, по сути, доступ даже к такому большому, обширному, я бы сказал, меню у вас получается очень легким и очень быстрым. Что очень нужно, естественно, профессиональным фотографам, которые работают в довольно-таки плотных условиях по скорости. Одно из основных треканий к этой камере то, что у нее нет сенсорного экрана. Но в данном случае необходимо понимать судьбу фотографа, который снимает этой камерой как фотоаппаратом, а не как видеокамерой. Потому что это именно та камера, которую вы будете снимать вот так. То есть, у нее хороший видоискатель, хороший, светлый, большой видоискатель, который вам показывает всю картинку целиком. Когда резко, когда не резко и так далее. И она сделана именно по то, чтобы смотреть на нее не так, а вот так. Да, конечно, здесь есть возможности видео, но эти возможности видео, они, скажем так, базовые. Если вы посмотрите камеры с сенсорными экранами, там есть возможность фокусировки по разным точкам. Здесь этого нет. Вы можете смещать точку фокусировки, естественно, вы можете менять объект, но это чуть-чуть сложнее. Другими словами, это камера для тех, кто снимает быстро. Это, как правило, свадебщики и репортажники, которым не хватило на единицу денег. То есть, 104 тысячи, в принципе, за эту камеру не такие уж и большие деньги. Особенно если учесть, что у нее один из лучших модулей автофокуса, о чем я скажу ниже. Но вот то, что в ней нету Wi-Fi, многие наши зрители сочли недостатком, причем большим недостатком. Я лично тоже считаю это недостатком, потому что сегодня камера без управления это одно, но камера, которая не умеет непосредственно передавать изображение куда-то, причем в облегченном виде, это, в общем-то, какой-то такой рыночный недостаток. С другой стороны, что у компании есть модули для передачи данных по Wi-Fi, и если вам это нужно, вы просто его покупаете, втыкаете и пользуетесь. Но зачем платить за то, что можно было бы сделать в другой камере? В конце концов, в младших моделях Canon это есть, а в топовой камере, среди кропов, естественно, этого нет. Непонятно. Единственное, что неприятно, то, что у камеры есть два гнезда для карт памяти, но эти карты памяти разные. Да, сюда поставлено компакт-флэш-гнездо для тех, кто пользуется компакт-флэш-картами, и SD-гнездо для тех, кто пользуется SD-картами. Однако, сегодня нужно помнить, что, несмотря на то, что компакт-флэш продолжает оставаться профессиональным стандартом для большинства, сами карты SD уже догнали их по скорости и практически сравнялись. Да, компакт-флэш в силу своих технологических особенностей идет примерно на полшага впереди, но недостатком это не является, потому что SD сегодня позволяет практически любые скорости записи и чтения, которые сегодня требуются для такого разрешения. Именно поэтому логичнее было бы оставить два слота, два SD-слота для карт памяти, что, я думаю, будет сделано уже в следующей итерации этой камеры буквально через два года. В этой камере, естественно, есть управление вспышкой. Это управление как встроенной вспышкой, так и, естественно, внешней. Здесь вот вспышку можно запретить или разрешить. Где-то TL2, который поддерживается. И вот, пожалуйста, настройки встроенной вспышки. Беспроводное управление вспышкой. Запрещено, разрешено и в каком режиме. Либо внешней, либо сразу обеими. То есть, нужна она вам в оптической схеме или нет. Канал, группа и так далее. Даже мощность вспышки можно устанавливать вручную. У камеры традиционно хорошие цвета, в особенности для передачи тонов лица. Ну и, естественно, для передачи тонов природы тоже, в общем-то, все очень даже неплохо. Ночная съемка, несмотря на мои довольно-таки негативные ожидания в отношении этой матрицы, оказалась очень достойной. Да, возможно, по оценкам того же DXOMark, она чуть-чуть не дотягивает до своих основных конкурентов. Но в линейке Canon это топовая камера среди кропов. То есть, она дает очень достойную картинку на высокой чувствительности. Поэтому со светосильной оптикой с ней очень легко можно снимать вплоть до 3200, 6400 и даже 12800 в темных помещениях. И при этом вы в итоговом изображении будете видеть довольно-таки мало шумов. Ну, естественно, если у вас руки правильные. Один из важных моментов, когда вы пишете видео, видео, кстати, активируется всего лишь одной кнопкой, переключатель ставите в положение видео, нажимаете старт-стоп, у вас вот, пожалуйста, здесь регулируется. После чего вы нажимаете на Q, и у вас появляются дополнительные возможности настройки. Если в данном случае у вас стоит ручное управление звуком, то передвигая джойстик вверх или вниз, а после чего вы его можете двигать вправо и влево, у вас маленький такой ползуночек здесь будет бегать туда или сюда. Более того, отдельно меняется и чувствительность наушников, которые вы используете для отслеживания звука, который подключается, естественно, в саму камеру. А уровень звука, вы, уровень звука микрофона, вы можете попробовать посмотреть уже на самом экранчике. Когда он становится желтым, это уже тревожный такой момент, поэтому есть смысл снизить для того, чтобы он не стал красным, чтобы не клипил. Ну и, естественно, точно так же у вас здесь меняется диафрагма, экспокоррекция, когда вам нужно сделать видео просто поярче или потемнее. Ну и, в общем-то, все. Это основные настройки видео, которые можно делать прямо в ходе записи. После чего, естественно, я, пожалуй, выключу, и это видео больше не буду никому показывать. Что касается конкурентов этой камеры, нужно помнить, что, по сути, камера в себя выбрала огромный опыт и очень дорогостоящие наработки компании Canon, которые она собирала долгие годы. Поэтому сейчас с уверенностью можно сказать, что конкурентов у нее, в общем-то, нет. У компании Nikon, та модель, которая выпускается сегодня среди кропов, это топовая кропнутая камера Nikon D7100. Камера без низкочастотного фильтра. У этой есть низкочастотный фильтр. Та дешевле, но она медленнее, во-первых. И, во-вторых, у нее, сугубо по моим впечатлениям, гораздо хуже автофокус. Да, он быстрый, да, он хороший, но как-то вот не достает ему точности. Я, как пользователь именно этой серии камер, я ее очень хорошо знаю. Поэтому у 7-ки, можно уверенно сказать, автофокус гораздо лучше. И уверенно можно сказать, что он лучше практически любой зеркалки Canon. Ну, естественно, кроме единицы, которая сделана специально для репортеров. То есть, всякие пятаки, шестерки, они, естественно, проходят мимо. На их фоне эта камера просто становится царем горы. Они меркнут на фоне этой камеры с точки зрения автофокуса, обратите внимание. Даже та самая Sony A77, которая из тройки, которую можно действительно серьезно рассматривать рядом, у нее как будто бы действительно хороший автофокус, но он примерно на уровне Nikon. Соответственно, до Canon он не дотягивает. Ей не хватает цепкости, хотя, в принципе, точность автофокуса у этой камеры очень хорошая. Поэтому здесь, с точки зрения автофокуса, с точки зрения его качества исполнения и настраиваемости под пользователя, она лучше. По сути, у этой камеры конкурентов нет. Отсюда такая смелая цена, кстати. Ну, естественно, и нужно учитывать, что сборка у этой камеры японская, то есть она полностью сделана в Японии, а те две камеры, которые я назвал в качестве конкурентов, они сделаны не в Японии, естественно. Ну и надо сказать, что если ее сравнивать с полнокадровыми зеркалками Canon, которые уже идут по-любому выше этой камеры, то там основное преимущество именно полный кадр. Здесь автофокус. Автофокус, скорость или полный кадр. Что вы выберете, я не знаю, но в конце концов многие говорят, что эту камеру можно купить в качестве второй, потому что с ней очень удобно снимать репортажи, и она является бюджетным решением для репортажей. Для того, чтобы проверить, я поставлю, пожалуй, выдержку покороче, примерно одну 160-ю, нет, пожалуй, одну 250-ю. Я отключу автофокус, отключу стабилизатор, для того, чтобы камера вела себя, ну, как ей заблагорассудится. Надо сказать, что скорости съемки фото здесь есть несколько вариантов выбора. Высокоскоростная, низкоскоростная, бесшумная, покадровая и так далее. Мы выбираем самую-самую быструю. И формат записи мы здесь выберем RAW плюс LARGE FINE. Причем вот он почему-то говорит, что у него якобы две карты памяти, но, естественно, он записывать будет на одну из них. Итак, в таком видео он будет писать 892 кадра, он говорит, что откуда-то у нас 12 уже есть, хотя, по-моему, там кадров нет. После чего мы засекаем время. Раз, два, три. Поехали. После серии, примерно в течение трех секунд, камера продолжает делать прерывистые по одному, по два кадра, после чего пишет еще некоторое время. Таймер, я думаю, вы сейчас видите на экране. Вот он показывает, что он записывает эти кадры на карту памяти. Все, закончилось. За это время камера успела снять и записать 37 кадров. Получается, что скорость записи у нее просто дикая, учитывая то, что мы использовали довольно-таки быструю карту памяти. Это Kingston SDXC 64GB UHS-1. То есть не такая быстрая, но довольно-таки емкая карта памяти, которая полноценно поддерживается этим фотоаппаратом. И надо сказать, что фотоаппарат совершенно не тормозит, во-первых. Во-вторых, он снимает дико быстро. Я, честно говоря, не знаю других камер, которые снимают так же быстро, и при этом не виснут после съемки. То есть он записывает буфер свой на карту памяти очень оперативно. По мере освобождения его, естественно, он дописывает туда кадры, насколько может, естественно, насколько тянет его процессор. И после того, как выкидывает все, он готов уже снимать еще одну довольно-таки оперативную такую серию. Естественно, в режиме видео есть и расширенные настройки. Здесь у вас выводится практически вся информация на экран. Здесь вы можете контролировать уровень записи звука для того, чтобы его при установке настроить. Вы можете сам режим AF поставить именно тот, который нужен. Это может быть и следящий автофокус, и гибкий, и однократный. Пожалуйста, различный возможен в данном случае. Естественно, лучше поставить мульти. После чего идет запись видео. Он у вас фокусируется. Фокусируется, надо сказать, весьма быстро. Вот я поставил руку, сфокусировался, сфокусировался снова. Раз, раз. Естественно, в режиме видео он не снимает фотографии. Это то, чего в зеркалках нет. Естественно, можно использовать следящий автофокус или предиктивный автофокус, который вам позволяет корректировать ситуацию. В режиме видео, естественно, доступен следящий автофокус, который отслеживает положение объекта, находящегося в пределах кадра. То есть, пока камера у вас записывает, сам объект может двигаться, а камера будет отслеживать его движение и, естественно, будет стараться фокусироваться на нем. Фокусируется, надо сказать, довольно-таки быстро, несмотря на то, что у нее матрица вроде как другая, не такая, как у 700D или у 70D. Но, тем не менее, эта матрица действительно очень резво в режиме Live View, в режиме контрастного автофокуса, фокусируется на основном объекте. Ну и, естественно, следит за ним. Другими словами, эта камера подходит очень хорошо именно репортажникам. Репортажникам, тем людям, которые снимают быстро меняющиеся ситуации, когда нужно вам захватить именно момент. Ну, естественно, когда скорость у вас превалирует перед качеством. Потому что, ну, никто не будет спорить, что полнокадровая матрица, она, естественно, лучше, чем кропнутая. Потому что кропнутая по площади в два раза меньше. И, естественно, из репортажных камер у компании Canon на сегодня это только единица, которая стоит просто каких-то диких денег. Поэтому этот вариант представляется, во-первых, он более компактный, потому что единица она крупная, действительно. А более компактный, более легкий и требует объективы поменьше. Ну и, естественно, не нужно забывать, что это более дешевый репортажный вариант. То есть эта камера не столько подходит для людей, которые хотят снимать какие-то бытовые ситуации или снимать какие-то вещи, которые не связаны с работой. Она очень хорошо подойдет тем, кто ее выберет в качестве основного рабочего инструмента. То есть эта камера для тех людей, которые ее выберут именно для работы. Потому что она выносливая, стойкая, влагозащищенная и так далее. Она не боится падений. И, естественно, здесь огорчает немножко то, что она столько стоит. Но чего вы хотели? Эта компания сейчас лидер на рынке. Она делает, скажем так, самые лучшие камеры. Очень просто. До тех пор, пока не докажут обратное, это именно так и будет. Поэтому, когда человек выбирает хорошую репортажную камеру, ему говорят Canon 1D, он говорит, нет, дорого, ну тогда возьми семерку. Человек берет семерку. Потому что у семерки очень хороший автофокус, который не сравнится ни с шестеркой, ни с пятеркой. А я хочу выразить лично благодарность компании Canon, которая предоставила нам эту камеру на тестирование. Потому что камера действительно очень хорошая. Другое дело, что ее перспективы на рынке пока еще спорные. Вернее, можно с уверенностью сказать, что любители ее покупать не будут из-за ее цены. А с точки зрения профессионалов, тут тоже нужно смотреть на политику тех компаний, тех агентств, которые для них приобретают фототехнику. Потому что часто они не столько обращают внимание именно на цену, сколько на качество, на решения и так далее. Я хочу сказать спасибо также и вам за то, что вы ставите нам лайки. Не будьте равнодушными. Равнодушие – это смертный грех. Поэтому ставьте плюсы, минусы, говорите все, что хотите. Приходите к нам на фото веб-экспо. Это Сергей Самсонов. Еще раз увидимся, услышимся и даже спишемся, если вы находитесь в интернете. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok